Дорогие мои зрители, мы с вами отправляемся дальше на вулкан Этна. Вулкан Этна это один из символов Сицилии. Это самый высокий, самый большой, как говорится, и по высоте, и по ширине действующий вулкан в Европе. Его высота туда-сюда колеблется после каждого извержения, ну примерно составляет 3300 метров над уровнем моря. Это самый большой активный вулкан, подчеркиваю слово активный, потому что Этна извергается практически постоянно. Бывают большие извержения, бывают малые, ну а такие извержения, как выпуск всяких газов, небольшое количество лавы и так далее, происходит практически постоянно. Больших извержений, по мнению ученых, было порядка 200 за время существования. Ну таких извержений, когда просто сносилось все вокруг города, такие как Катань, Мессина и так далее, просто были уничтожены. Вот то, что вы сейчас видите, слева, справа огромные горы черного, такой черной, как земля, это лава, застывшая лава. И вот эти даже ограждения, которые вокруг дороги, черные кубики, это тоже лава, лавовый камень, который местные жители используют для строительства, строят из него дороги, дома и так далее. Несмотря на все опасности, которые вроде бы вулкан, ну он не может не быть этих опасностей, потому что постоянно извергается. Практически раз в несколько лет происходит извержение. А вот поезд. Я когда первый раз читал, услышал, что есть поезд, который идет из катания на вулкан, я думал, это обычный поезд по рельсам. Думаю, надо же, итальянцы как сделали. Оказывается, это вот такой поезд. Поезд-автобус, вы можете сесть и экскурсионный маршрут не на вершину, а вот сюда, на стоянку, примерно 2000 метров. Так вот, люди постоянно поднимаются, строят новые поселки, поднимаются выше к вершине вулкана. А все потому, что почва, вот эта вот черная, вулканическая, она очень плодородная. И здесь хорошо растут многие культуры. Вот я вам специально показываю талончик и штрафы. Обязательно заплатите за парковку. На склонах вулкана выращивают фрукты, оливу, разводят виноградники. Говорят, что здесь какой-то супер-пупер виноград выращивается, получается супер-пуперское вино. Честно говоря, нам не удалось его попробовать. Хотя, может быть, мы его и пробовали, но не поняли, что он из того самого винограда. А если кто пробовал, расскажите, может быть, поделитесь своими впечатлениями. Итак, мы отстояли порядка часа, как минимум, в очереди, за то, чтобы купить билеты на фуникулер. Вот здесь вот наверху телевизоры стоят, которые транслируют всякие ужасы с точки зрения нормального человека и красоту с точки зрения фотографа и видеооператора. Я представлял, какую красоту мне сейчас удастся снять, какую красоту я сниму и вам покажу. Сразу забегаю вперед, попробую порассуждать. Надо вам, дорогие мои зрители, ехать туда или не надо? Давайте подумаем вместе. Если вы твердо решили подняться наверх и вам нужно поставить галочку в своей биографии, что вы были наверху, на самом высоком вулкане Европы, на высоте 3000 метров, и у вас есть деньги, конечно, не езжайте, ради бога. Это здорово, потому что мы съездили и, в общем-то, не жалеем. Если у вас нету такого бзика, поставить галочку в биографии, и нету суммы денег, а посмотрите, сколько надо. Так, 64, плюс наверху вам, скорее всего, придется взять куртку прокат, это 4 евро. Плюс внизу мы отдали, вы видели, 6 евро за парковку, потом поднялись сюда на машине, как говорится, или бензин, или паровозик, билет. Ну, в общем, вот, ну, еще купить что-то там, перекусить, в общем, 150 евро на двоих, 150 евро. Для нас с Аллой, мы оба пенсионеры, это была огромная сумма, честно вам скажу, огромная сумма. И если я промолчал, то Алла вслух сказала, что ей жалко эти деньги. Что мы сейчас с вами наверху увидим, не буду забегать вперед, вы все увидите своими глазами. Потому что я считаю, что я выполнил свой некий такой долг фотографа, видеооператора. Я поднялся, да, я отдал свои, как говорится, кромные пенсионские деньги. Но я смогу вам рассказать, что там наверху, и что вы там можете увидеть. Если бы я не поехал, я бы рассказывал на пальцах, что да, вы там можете увидеть, возможно то, возможно это, почитал бы отзывы в интернете. Но я люблю рассказывать то, и показывать вам то, соответственно, что я видел своими глазами. Иначе как я, видеокамеры, все это дело засниму или фотоаппаратом сфотографирую. Видели, сейчас там температура стояла плюс 2. Вот это 4 евро за прокат куртки. Куртки любого размера. Алла сказала, очень на чистом английском, мне пожалуйста, биг-биг. Ей дали биг-биг, которая на меня налезла. Надо подумать. Если вы готовы отдать 150 евро, вперед. Вот написано, бас-старт. Подходим туда и по билетам проходим на эти автобусы. Ну, конечно, это не автобусы, это такие вездеходы. На базе КамАЗа, а не, извиняюсь, на базе Мерседеса и еще каких-то автомобилей. Хотя, может быть, даже и КамАЗа есть. По крайней мере, КамАЗ вполне может подняться в гору. Вот, прикладываешь билетик. А почему билетик? Дело в том, что не все сюда поднимаются наверх. И дальше отправляются на вот таком вот автобусе-вездеходе. Ведь можно пойти пешком. Более того, я с огромным уважением отношусь к тем молодым, спортивным, сильным ребятам. Вот видите, сколько народу идет. Которые поднимаются пешком даже не здесь. Они поднимаются и там, где мы ехали на фуникулёре. Кажется, в окошко я вам показывал несколько раз. Посмотрите. То есть, мы ехали на фуникулёре, а люди поднимаются пешком. Даже с детьми. И вот здесь, смотрите, какое огромное количество людей поднимается. Ну, во-первых, спорт. Во-вторых, если это семью или компания, это весело, это интересно, можно общаться. Молодцы! Ну и в-третьих, это огромная экономия средств. Вы видели, сколько это стоит? Будь у нас с Аллой чуть-чуть побольше сил и, самое главное, времени. Сил-то, может быть, хватило бы, если бы мы выделили целый день на покорение вулкана. То, я думаю, дошли бы. Но так как у нас время очень-очень было ограничено, то, соответственно, мы предпочли вот такие автобусы. А вам рекомендую, если вы очень хотите, вот видите, поднимаются пешком. Вы если очень хотите сюда подняться, да, вы прямо вот желаете и всё. А денег 150 евро на двоих вам жалко. Ну, что естественно. Поднимаются пешком. Вот наш гид отрабатывает свои 9 евро. Он нам рассказал о том, что будьте осторожны, внимательны, смотрите под ноги. Не бегайте по вулкану очень быстро. Значит, что ещё? Если вдруг прям под вашими ногами образуется кратер, а кратеры периодически образуются. Кстати, на вулкане их в настоящее время насчитывается от 200 до 300, даже 400 действующих. Вот видите, сзади там взрыв у нас произошёл. Маленькое извержение. То есть вот таких 300, а то и 400 кратеров всевозможных. То есть есть большие кратеры, а есть маленькие, где просто серый газ выходит наружу. И такие кратеры периодически могут теоретически возникать... Ой-ё-ё-ё, ой-ё. Я думаю, только русская или, так скажем, славянская женщина способна на каблуках такой высоты идти по вулкану Этно. Итальянцы, вздрогните и встаньте по столике смирно. Отдайте честь. Молодцы женщины. На чем я остановился? Я от этого зрелища даже потерял до речи. Короче, кратер могут возникать где угодно. И он свои 9 евро отработал, сказал, значит, руки не греть, если лава полезет туда, не прыгать, не плевать и бежать желательно вниз, а не вверх. Не дышать газом, а то упадете, задохнете и так далее и тому подобное. А вот послушайте, какой ветер реальный. Мы уже встретились, давайте вам сказать, здесь чехол надеваетесь, когда поедете сюда. Это я вам включил реальный звук, чтобы вы поняли, почему я этот звук убрал. Потому что невозможно, вы бы оглохли просто возле своих компьютеров или смартфонов или телевизора. Вот такой непрерывный звук. Если вы видите, иногда у меня картинка дергается, хоть я и применяю все возможные программы стабилизации, картинки, дергать и не потому, что у меня руки такие. Руки у меня сильные, крепкие. Дело в том, что и ветер огромный, и парусность моя большая, и камеру просто вырывало из рук. Вот такие дела. Мы спускаемся вниз, возвращаемся. Ничего особенного мы там не увидели. Видите, даже на велосипедах поднимаются. Ничего. Я вам скажу, что если вы хотите подняться сюда, но сэкономить деньги и не подниматься на самый верх, все то же самое есть внизу, прямо возле стоянки автомобиля. Мы прибыли с вами в конечную точку фуникуляра. Это у нас высота 2,5 километра. Зимой здесь, кстати, снег. И итальянцы, и сицилийцы катаются на лыжах. А это поделки из остывшей лавы. Потрясающе интересные, красивые. Но я покрутил, повертел в руках. Честно говоря, я верю, конечно, что это из лавы. Но такое ощущение, что это какой-то там, я не знаю, черный гипс или какая-то пластмасса. Ну и дороговато мне показалось. А так, видите, на любой вкус. Хочешь женщину, хочешь черта, хочешь черепушку. А мы отправляемся домой, вниз. Но Алла говорит, давай посидим на солнышке. Солнышке посидим, посмотрим. Говорю, Алла, какое солнышко, о чем ты говоришь? У нас внизу ждет море, в котором будем купаться. А на ней, типа мы в Альпах сидим, загораем. И смотрите, сколько таких же дурачков, как мы селят, загорают. Когда внизу море, теплое море. Сентябрь месяц же, напоминаю, елки-палки. Там вода 25 градусов. А мы ходим здесь в огромных теплых куртках. Он оператор, смотрите, тук-тук-тук, палкой тук-тук-тук. Интересно, для чего? Отвечайте в комментариях. В общем, мы были довольны. Да, Алла, конечно, пересчитала стоимость нашей поездки в зимние сапоги. Посмотрела на меня косо. Потом улыбнулась, как всегда, и сказала, да ладно, фиг с ней с этими деньгами. Зато мы были на самом высоком, самом большом вулкане Европы. Ха-ха-ха, сказала она. Я тоже сказал, ха-ха-ха. И продолжал рулить свой руль. Ехать вам, не ехать, подниматься на вулкан, не подниматься, это ваше дело. Вообще, каждый живет свою жизнь. И, как я очень часто говорю, и вы слышали от меня уже много раз эту поговорку. Лучше жалейте о том, что сделала, чем жалейте о том, что не сделала. Представьте, мы бы не поднялись. Приехали бы домой. А нас бы спросили, а вы на вулкане были? Не были. А что же вы, это же символ Сицилии. Ну, вот такие мы дураки. А мы не дураки. Мы отдали 150 евро и поднялись наверх. Не уходите далеко. Наше путешествие продолжается.